Сейчас скажу вкратце, что я сделал. А, пурина, там ГМО, соевый шрот. Главного дегустатора нет по запаху и по вкусу. Посмотрим сейчас с вами паспорта качества. Самое главное в комбикормах это сбалансированность. Разобравшись в удостоверении качества один раз, вы сможете читать другие удостоверения качества, в общем, без сложностей и затей. Друзья, всем привет! Начинаем тест корма Богданович. Сравнивать будем с пуриной. Так, сейчас скажу вкратце, что я сделал. Я подготовил, значит, два брудера от Димы Бочарова. Значит, здесь у нас будет цыплята Богданович, здесь у нас будут цыплята фурины. Цыплята уже лупятся, вернее, они уже вывелись в инкубаторе, сейчас мы за ними сходим. Так, что сказать, значит, смотрите, я провел дезинфекцию, надуксусную у меня не было, обработал спиртом. Кормушки, поилки, клетки помыты. Помыты, они давно стоят, как бы, но помыты, чистые. Я их тоже немножко пробрызгал для, скажем так, самоуспокоения. Так, сажать мы будем на пеленку. Давайте решим, какое количество будем сажать. Я думаю, ребят, что 25 штук мы посадим, по 25, чтобы они у нас комфортно доросли до возраста там 14-20 дней, когда мы уже будем их пересаживать в клетки. Клетки должны к тому времени теоретически освободиться, вот от этой птицы. Не знаю, ребят, не знаю, успеем мы их помыть или нет, но постараемся, постараемся. Бурдера чистые, бурдура чистые, обработанные. Здесь вот у нас сидят уже цыплята, которых я вытащил. Это первые вылупляющиеся. Я не стал их, в общем, брать на эксперимент. Ну, первые, как бы, мало ли, слабенькие еще какие-то. Мы возьмем основную группу, которая вывелась у нас вот буквально ночью. Так, запоминайте, сегодня у нас 18 октября. 18 октября, сейчас идем за цыплятами, пересаживаем их вот в эти бурдера и начинаем эксперимент. Ну вот, друзья, мы в инкубатории, вот наши цыплята, на которых мы будем экспериментировать. Сейчас я буду их отсюда выпирать, я думаю, по 25 штучек я возьму, отнесу сначала в Димина бурдера, а потом все в основной бурдер. Вот в такой коробке я ношу, чтобы они не замерзали. Принес весы, давайте взвесим ради интереса и для протокола, как говорится. Так, весы по нулям. Сейчас мы несколько штучек с вами взвесим, посмотрим. Так, 45. Так, 55. 50. Ну и последнего. 55. Ну, короче, в среднем пускай 50 будет. 50 грамм наши цыпы весят. Все, выбираю, несу. Итак, цыплята наши перенесены. Там осталось несколько яиц на вывод. Вот наши подопечные на Богдановиче и на Паурине. Вода, так, по воде. Значит, вода у нас стоит с медом и витамином С. Сутки попьют и поменяю на витамин. Смотрите, по пропойкам. Значит, пропойки я буду делать какие? Я сейчас делаю исключительно витамины 5 дней и 5-7 дней витом. На этом все. Дальше уже там посмотрим по подкислению воды. Но пропойк больше никаких делать не будем. Пришел к мнению, что если хороший корм, то, в принципе, кроме витамин на старте и витома, для правильного формирования ЖКТ, для заселения кисломолочных бактерий, ничего не требуется. Так, по корму. Вот, что хотел сказать. Смотрите, вот мне кажется, что Пурина более правильная гранула для старта. Она помельче. Вот, Богданович покрупнее. Так, заметил, что у меня текут поилки. Почему-то пеленка сырая. Сейчас я посмотрю, в чем причина. Наверное, стоит под наклоном. А Богданович покрупнее, поэтому не знаю. Мне кажется, что цыплятам менее комфортно будет вот в таком возрасте его есть. Но, кто знает. В любом случае, ничего от себя добавлять не буду. Как есть, так и кормим. Еще момент такой. Вы уже обратили, наверное, внимание, что птица без черных пятен. То есть, это у нас 308-й роз. Не КОП-500, это роз 308. Так, производитель Чехия, но это не фирма МАК. Это фирма БЕСТ. Пробуем БЕСТовское яйцо. Вот на этих цыплятах и будем экспериментировать. Включил камеру, а потом начал морду вытирать. Прошу прощения, если морда лица грязная, потому как заливал бетон. Сегодня пару раз брызнул из бетономешалки. Я вот сейчас только вспомнил. Но вроде бы ничего такого нет. Так, я чего сюда пришел? Сегодня уже следующий день после нашей посадки цыплят. Цыплята все довольные. У них все нормально. Вот они, бодренькие такие. Прямо живчики. Я прибежал для того, чтобы посмотреть этикетку корма Богданович ПК-5 и уже завершить эту часть нашего ролика эксперимента. Смотрите, давайте пробежимся быстро по составу. Так, ПК-5М. Значит, состав. Пшеница мягкая, пятый класс кормовая. Так, ячмень кормовой. Кукуруза кормовая. Глютен кукурузный. 56%. Шрот соевый ГМО 50%. Вот, кстати говоря, смотрите, шрот соевый ГМО. Нам пишут постоянно, а, паурина, там ГМО, соевый шрот. Мы отвечаем, ребят, сейчас все ГМО. Давайте уже прекращайте вот это вот все дело. Кукуруза в банке, и то, скорее всего, ГМО. Ну, об этом это долгая тема для разговора. Мы ее затрагивали. Хотите, потом поговорим. В общем, здесь соевый шрот тоже ГМО, как и в пурине. Так, масло подсолнечное нерафинированное. Мука рыбная. Метионин, лизин, сульфат. Сульповаренная натрия, сульфат природный. Монокальция, фосфат, крупка, известняковая мука. Состав. Так, протеина 22,20. Сырая клетчатка 4,40. Кальция. Ну, короче, дальше, если вам будет видно, сами посмотрите. Но мы на самом деле паспорта качества потом поставим, вставим. И там уже подробный состав. Вы сами посмотрите. Там все прям четко расписано. Даже содержание премиксов. Что бывает нечасто. Так, понюхать, понюхать. Понюхать, понюхать. Я один, Ленка в отъезде. Скоро приедет. Так что вот так снимаю. Потерпите. Главного дебустатора нет по запаху и по вкусу. Пахнет приятно. Что-то сродни Южной Короны. Но нету вот запаха Казинаки. Семечки так не чувствуются. Сладковатый запах кукурузы. Очень приятный запах, не отталкивающий абсолютно. Так, все. В принципе, дальше уже будем потом нюхать ПК-6. Когда они подрастут. Когда мы перейдем на этот корм. Почему я посадил две группы, а не одну. Как делали в эксперименте с Южной Короной и Пуриной. Там я сажал отдельно только Пурину. Ну, все просто. Это технический момент для того, чтобы нам более просто посчитать количество корма, затраченное на эти 25 голов и высчитать расход этих конкретно 25 голов. Но общий комплексный анализ партии на Богдановича мы можем сделать по вот еще тому объему цыплят. Их сейчас цыплят здесь 170 штук. Но из них заберут часть. То есть 150 где-то там. Ну, точно не могу сейчас сказать. Около 150 останется. То есть минус 25 Пуриновских. Конкретную статистику будем подводить уже. Можем подводить из расчета 125 штук. А вот на эти 25 мы обратим особое внимание в плане веса там и так далее. На этом все. Кормим, наблюдаем, вам рассказываем. Всем пока. Но пасаран. Ребят, привет. Я вернулась. Посмотрим сейчас с вами паспорта качества. Посмотрим, что там нового нам написал Богданович. Ну и я оценила шутку про попробовать на вкус. Корм Богданович, дабы оценить его. Хорошая шутка, но не без рисков. Для Александра Сергеевича у меня закрылась мысль. Может мы с вами его посадим на пару недель на Богданович. Оценим привес. Оценим помет. Может быть даже цвет гребня удастся оценить. Кто его знает. Но в конце концов это будет четко показателем хорошего качественного корма. Знаете, комбикорм для мужчин будет писать 40 килограмм. Прекрасный вариант, освобождающий женщин от постоянной работы у плиты. Ну все. Начинаем с паспортов качества. Ну, наверное, вы видели на самом деле, что мы купили не только комбикорма для бройлерной птицы, а также для несушек и для несушек постарше. Короче, я вам их покажу. Если вы хотите, вы можете там остановить видео наше и посмотреть более подробно, что в них в составе. А мы с вами посмотрим пока удостоверение качества и безопасности продукции на ПК 5М. Вот. И что мы здесь увидим с вами. Ферментные препараты. Санзайм, в общем, это 4 активных фермента. И они помогают, эти все ферменты, усвоению корма, повышению энергетической ценности корма и улучшению конверсии. А еще санзайм, в общем, способствует уменьшению содержания влаги в помете. Что важно для нас, птицеводов. Асанфайс – это фермент растений и микроорганизмов, который помогает расщеплять фитиновые соединения. Вот. Их очень много в растительной пище. И это в освобождении фосфора из растительных кормов. И Равобио. В общем, это ферментные препараты известны, достаточно хорошие. Они содержат разные по виду ферменты, но все они полезны для птицы. Безусловно. Потом прописаны ГМО СОИ разных линий. По этому поводу уже Саша сказал наше мнение. Нет ничего в этом критичного. Так скажем, мы с вами не можем на это повлиять. Это есть везде. Бройлер из первой по 28 день кормится этим комбикормом. И дальше прописаны стандарты ГОСТы. Напротив комбикорма самого назначения бройлера. Вот напротив этой строчки указан ГОСТ 51851. Вот этот. Это ГОСТ на производство комбикормов для птицы. Состав. Дальше написано исполнение гранулы 2 миллиметра. Дальше идет стандарт ГОСТ на именно изготовление самой гранулы. И третий момент. Это мешок полипропиленовый технический. И как раз стандарт и ГОСТ этот третий на мешок полипропиленовый технический. Даже мешок по ГОСТу. Видите как? Круто. Значит дальше у нас указаны даты выработки и срок хранения со дня изготовления 3 месяца. О чем это нам говорит? Это небольшой срок хранения. В основном мы сталкивались с тем, что срок хранения 6 месяцев. Это я думаю, что фактор такой для птицеводов наверное хороший. Что меньше использовано всевозможных антиоксидантов. При правильных условиях хранения. В общем я думаю, что ничего с ним не будет. Дальше удостоверение. Качество устроено следующим образом. Здесь таблица. Состав рецепта. То есть это то, что входит в непосредственно карман. Насколько я понимаю. Второе это будет показатели качества. То есть внешний вид, состояние, видите цвет, запах. И расчетные показатели этих всех моментов. Гарантируемые минимальные и максимальные показатели. По разным моментам по всем здесь можно посмотреть. Так, и введены добавки премикс. Что нас очень радует. То есть сам по себе премикс, который введен в этот корм, расписан от начала и до конца. И сразу скажу, в нем нет ничего криминального. Но так просто пробежимся легко. Значит состав рецепта тут конечно же не в процентах должен быть. По причине того, что это секрет фирмы. В общем рецептура сама по себе. Из чего мы варим борщ известно. Но сколько мы туда кладем чеснока известно только хозяйке, которая хочет вкусный борщ. Вот сделать. Вот тебе и состав рецепта. Пшеница, ячмень, кукуруза, кормовая, глютен, кукурузный, шерот, соевый. Кстати, большая часть протеина относится именно на такой составной момент, как шерот соевый в кормах. Потому что он очень протеинистый. Так, масло подсолнечное, мука рыбная. Сами знаете, мука рыбная очень хорошо. Метионин, лизин. Это незаменимые аминокислоты. Вообще незаменимые аминокислоты, да, для начала. То есть это составляющие белка. Белок бывает разный, аминокислоты в них соответственно тоже различные. Но и существуют незаменимые аминокислоты. Их несколько. И ничего в этих страшных словах нет. Кроме того, что это метионин, лизин и еще ряд других этих аминокислот, которые, по-моему, здесь я тоже где-то видела. Вот. Ну ладно, дойдем мы до них. А потом натрия сульфат. Вот этот момент написано природное. Видите? В общем, ничего в нем страшного нет. В комбикормах он играет роль источником натрия и серы. В общем-то. И дальше какое у нас волшебное слово? Монокальций фосфат. Ну, в принципе, то же самое. Причем монокальций фосфат тоже кормовой. И он обеспечивает фосфор и кальций. Показатели качества. Обменная энергия этого корма ПК-5. Значит, составляет. Для меня проще оценивать в килокалориях на 100 грамм. Корма у нас 294 килокалория. Я дальше объясню, что такое обменная энергия. И какой показатель это. Насколько он важен для птицы. И при выборе корма. И сырой протеин у нас 22,2. Это минимальная гарантируемая доза сырого протеина в процентах. Ну, хороший протеин. Особенно для ПК-5. Линолевая кислота. Это тоже очень нужная вещь для организма птицы. Натуральная. Лизин. Вот метионин, цистин еще. Эти аминокислоты. Кальций. Фосфор. Общий фосфор. Проусвояемый натрий хлорохлорид натрия. Это как раз относится к натрия сульфату и к монокальций фосфату. Только они расписаны по показателям минимальным и максимальным. Так, введенные премиксы. Что мы видим с вами? Спектр витаминов различных. Очень хороших, полезных. Хоть сама ешь действительно. Может, Сашка-то добра желал. Вот. Санзайм тот же самый. Ферменты всякие. Вот. И антиоксидант тут есть. Какой прописан, что тоже немаловажно. Санфайс. И в общем все. Минеральные вещества. Серая элементарная. Магний. Указания к применению. То, что мы читаем всегда. Скармливать молодняку птицы. Лучший стартовый комбикорм для бройлеров. Кормить из расчета за период с 1 по 21 день 1 килограмм. По 28 день 2 килограмма. Доступ к свежей воде постоянный. То есть рекомендации есть и до 21 кормить, или до 28. В общем все понятно. Заметьте, кстати, что в 2 раза больше увеличивается за каких-то там неделю. За последнюю выкормки этого корма. Так что тут тоже цена. Если играет роль, то можно с 21 переводить на финиш. Насколько я понимаю, эту надпись. Хранить в сухих, чистых, не загрязненных вредителями хлебных запасов. Хорошо проветриваемых, закрытых складких помещениях. Каждую партию размещают отдельно. Укладывают на плоские поддоны. Штабелем высотой не более 14 рядов. Ну, короче, я думаю, что это при хранении. И понимаете, чтобы не было очень много пыли, мешки должны складироваться достаточно аккуратно. Тем более они по 40 килограммам, безусловно, везде швыряют и кидают. Так что, кстати, закрепитель гранулы к нему претензий нет. Вот такой у нас получился обзор именно ПК-5. Думаю, что долгий, наверное. В ПК-6 мы не будем разжевывать те моменты, которые уже посмотрели здесь. Посмотрим только что-то новое. Все хорошо. Так, и ПК-6 мы посмотрим с вами. Удостоверение качества ПК-6. В общем-то, точно такой же по стандартам ГОСТов. По всему остальному. Бройлер из 29 дня и старше. Рекомендуется кормить этим кормом. Таблицы качества построены точно так же. Состав рецепта. Пшеница кукуруза. Шрот соевый ГМО. Шрот подсолнечный. Масло подсолнечное нерафинированное. Еще одно масло подсолнечное нерафинированное. Наверное, здесь что-то какие-то разные масла подсолнечные. Мука мясокосная. Заметьте, муку сменили с рыбной. Метионин, лизин. Мы об этом говорили. Трианин. Туда же. Соль поваренная. И натрий сульфат природный. И монокальций фосфат кормовой. Известковая мука. Для косточек важный момент. И Максисорб. Вот Максисорб мы должны с вами посмотреть. Многокомпонентная кормовая добавка с инновационной формулой, предназначенная для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных и зверей. Максисорб. Вот такая вот кормовая добавка. Ну все, поехали дальше. Внешний вид, в общем, я предполагаю, такой же. Мы снова натыкаемся на такие показатели, важные, как обменная энергия и сырой протеин. Так, обменная энергия в килокалориях это 308 килокалорий. В 100 граммах, заметьте, ПК-6 более калорийный, чем ПК-5. И показатель сырой протеин 16 и 10. В отличие от ПК-5, где было 22 и 2, здесь он 16 и 10. То есть сырой протеин снижен, но калорийность корма при этом выросла. Так, и что мы видим дальше? Фосфор. Общий усвояемый натрий, хлор, хлор, хлорид, натрий. Все, в общем, точно такое же. И снова же незаменимые аминокислоты здесь используются. И поговорим об обменной энергии. Что такое обменная энергия? Это та энергия, которую птица получает из форма данного. За минусом того, что выходит с пометом. Это хорошо. Чем выше этот показатель в килокалориях, наверное, для финишной птицы, тем лучше. Потому что птица больше энергии для движения, для обогрева тела, для роста. Ей нужно значительно больше, чем цыпленку маленькому. И поэтому, видимо, здесь показатель этот, по этой причине, должен быть выше в ПК-6, чем в ПК-5. А сырого протеина, наоборот, снижается показатель этой. Я думаю, что это тоже не без оснований. Потому как при очень большом протеине в кормах птица начнет набирать вес несказанно больше, быстрее. И этот вес может повлечь за собой, как я себе это вижу, болезни птичьи. То есть, начиная с падежа на ноги, нехватка кальция при огромном весе. Несбалансированность корма, на мой взгляд, это гораздо большая проблема комбикормов, чем низкий протеин, например. То есть, корм должен быть сбалансирован. Там должно быть столько кальция, чтобы эти кости выдержали при вес птицы на этом протеине. Например, вот как-то таким образом эта схема должна совпадать одну с другим. Невозможно сделать много протеина, дать и все, и больше ничего. Иначе вы птицу просто кормили соевым широтом и больше не запаривались по этому поводу. Самое главное в комбикормах это сбалансированность, чего и пытаются добиться, насколько я понимаю, заводы. И, соответственно, всевозможные ферменты, которые помогают правильному усвоению этих кормов, правильной выработке того же самого вот этого обмена энергии из пищи, из корма для птицы. И помогают пищеварению в целом. И там, где живут полезные бактерии, гораздо хуже приживаются вредные. Понимаете, тут тоже это важный момент. Ну и снова мы видим введенные добавки, премиксы, витамины. Тут по списку все здорово и классно. Ну и такая штукенция тут прописана как мононаза. Она, в общем, призвана увеличить разнообразие микробиоты в ЖКТ птицы. В общем, считается, что это очень полезная вещь и позволяет птице не болеть. То есть контролировать заболеваемость среди поголовья. Как раз санзайм это пищевая добавка, ферментный препарат, который и содержит эту мононазу. Санзайм же занимается расщеплением полисахаров и переводит их в форму, которая усваивается птицей гораздо лучше и легче. Вот, в общем, такие ферменты. Все. Я думаю, что на этом нам с вами нужно прощаться уже. Видео и так я затянула. Простите, извините. Но разобравшись в удостоверениях качества один раз, вы сможете читать другие удостоверения качества. В общем, без сложности и затей. И не пугаться неизвестных слов. Ну, так скажем, ферменты используются различные разными производителями. Но вы всегда можете посмотреть. Я считаю, что ничего стыдного нет. Если мы с вами посмотрим в том же самом прекрасном нашем интернете, в котором мы с вами познакомились. Что это за ферменты. Смотрите просто инструкции к этим препаратам. Вы все прочитаете и все поймете сами. Все. Всего доброго. И, как всегда, здоровья вам и вашей птице. Бусь, кто такой оптимист? Это дядя, который думает, что бусечка поправится. Ага. Кто думает, что все хорошо, да? А кто такой пессимист? Кто-то писается. Писается? Пессимист? Писается в кровать? Да. Точно. Ну что, лучше не скажешь. Угу.